МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа говорит губерния. Звоните по телефону 456645, если хотите задать вопрос, видимо, самому скандально известному на данный момент депутату Краевой Думы Сергею Ильину, представителю КПРФ. Я объясню, почему самому скандально. Это не потому, что вы по натуре скандальны, просто больше всего в телеграм-каналах я читаю именно про вас. Сейчас обсуждаются ваши прогулы, ваши служебные командировки, якобы за счет налогоплательщиков и избирателей, как ваше препирательство из-за оплачиваемых мест в Думе. Хоть что-то из этого, правда? Ну, здесь... Здравствуйте, уважаемые телезрители. Хочется, конечно, здесь вам сказать телеграм-каналы, соцсети, все, что там усируется, это спланированная акция, политическая именно. И началась она еще, эта акция, с того момента, когда только подвелись итоги голосования, и стало ясно, что депутат Ильин от КПРФ заходит в Законодательную Думу Хабаровского края. А кем спланирован? Здесь все же герои известны. Давайте вспомним только заседание Законодательной Думы, седьмого созыва «Свежая», где по случайности, забыв выключить микрофон, переговаривался Фургал Вячеслав Иванович Золочевский, когда вот кнопку они нажали, выключить, забывали, и говорили, сейчас мы, говорит, этого товарища Ильина к девятнадцатому вопросу кончим. Она же, говорит, он же неадекватный. Телеграм-канал точно так же поливает грязи и Фургала. Я не видел. Какой канал? Я не знаю. Ну, я, правда, там за ними, за всеми не слежу, но чтобы прям целенаправленно был канал, который поливает, не видел такого. Я потом покажу. Хорошо, да, да. Поэтому здесь вот все эти... Я когда читаю, конечно, спасибо всем тем, кто пишет, да, потому что действительно сейчас спроси людей про депутата Ильина, и кто-то там что-то вспомнит. Ну, все-таки давайте вот по факту. Вот у меня копия, правда, скачал с Телеграм-канала официального письма от лица председателя комитета, в котором вы состоите, о том, что вы прогуливаете заседание. От вашего коллеги Сергея Безвёна. Давайте как раз по этому документу сразу же. Ну, чтобы всем было понятно, приходит манем на электронную почту это письмо. Ровно через пять минут я открываю интернет и вижу, что во всех пабликах уже это письмо выложено. Откуда оно с Думы попало, если безденежный, к Сдумы мне его направлял, уже в сети. Понятно, был спланирован массовый слив. Вы прогуливали или нет? По факту, смотрите, на этих заседаниях я действительно не присутствовал. Но не потому, что я не хотел на них присутствовать, а потому что не было соответствующего меня оповещения как депутата. Вот поэтому я сегодня направил безденежных соответствующее письмо, где я прошу его, чтобы он оповещал соответствующим образом, исходя из регламента о постоянных комитетах, за три дня депутата или иначе, чтобы он там присутствовал. А 22 числа, вот там он пишет в этом письме, что я не присутствовал на двух заседаниях, как раз 22 числа экстренно собралась фракция ЛДПР или вот на этом комитете, и они выбирали делегата, от себя которого они назначат, Совет Федерации. Поэтому нас там не было, они быстро собрались, решили, приняли своего Пеляева. — Скажите, Сергей Сергеевич, ну, вот на мой взгляд, выборы уже прошли. — Да. — Нынешний срок полномочий, ну, чего уж тут бороться и бодаться, там, друг друга топить. — Ну да, я просто... — У ЛДПР понятное большинство, ну, уж извините за, может быть, такое нелицеприятное сравнение, ну, будет себе там Ильин выступать, ну, или кто-то другой из фракции КПРФ, или Единая Россия с критикой, ну, пусть себе выступает. Это его работа, он же депутат. Я не понимаю, смысл тратить силы на то, чтобы вот как-то дискредитировать вас. Что вы по этому поводу? — Вот смотрите, тот же самый вопрос я задаю себе и коллегам по фракции от ЛДПР, потому что их 30 человек в Думе, ЛДПРовцев. И вот эта истерия по поводу Ильина, мне, с одной стороны, понятно, потому что я присутствую на заседаниях Думы, я вижу, как проходит, честно вам скажу, откровенно скучно, без вопросов, каких-то разъяснений, обсуждений законопроектов. ЛДПР внесло, обсудило, молча проголосовало до тех пор, пока не берет слово депутаты от КПРФ и начинают им задавать вопросы какие-то по этим законопроектам. Так вот, например, по бюджету последний вопрос мы обсуждали. Конечно, мы против него голосовали в первом чтении. Почему? Вот если мы вспомним историю, да, то понятно, что при отвратительном управлении краем Единой России губернатору Фургалу он достался с госдолгом 49 миллиардов рублей. Сегодня он уже 52, и они закладывают на 2020 год увеличение госдолга до 63 миллиардов. Они сохраняют дефицит бюджета, бюджет наш дефицитный. Когда спрашивают, а где инвестиции в бюджет, опять молчок. Когда мы смотрим, что... Я закончу, почему это происходит? Мы же выступаем, когда мы говорим, что вы планируете бюджет на 12 миллиардов доходов меньше, чем факт 2019 года. Понимаете? Дело в том, что как раз этот вопрос мы вчера подробно обсуждали с председателем Думы. Она экономист. С ученой степени. Я не могу ей не доверять. Я специально спросил, вас не смущает растущий дефицит бюджета? Она сказала, что любой экономист понимает, что это не смертельно. Просто надо разумно использовать эти средства. Дефицит как раз не растет. Он на уровне. Он сейчас 7800, будет 7200. Растет госдолг. Но вдумайтесь только, что у нас бюджет 100 миллиардов они закладывают. А 63 миллиарда? 63 миллиарда. Государственный док. Сергей. У меня экономическое образование. Вы работали экономистом? Я работал управляющим филиалов банков в городе Хабаровске. На Сахалине. Зона ответственности Дальний Восток. Поэтому я понимаю, о чем я говорю. Ну вот вы сами, 100 миллиардов в госбюджет и госдолг 63. Также, почему мы против выступали? И мы нашли это. Мы проанализировали последние три бюджета, как они планировались. И на каждый бюджет правительство в Думу вносит бюджет на 15 миллиардов меньше к распределению доходов, чем потом приносит уточнение к концу. Каждый пятый рубль не дают депутатам к распределению. Ну чтобы зрители понимали, вот есть 100 миллиардов, депутаты распределили на социальный блок, 40% на транспорт, столько-то, столько-то. А 15 миллиардов депутаты не распределяют. Правительство пользует эти деньги, как оно хочет. И потом в конце года перед фактом приносит, говорит, а вот мы еще 15 потратили, голосуем за утверждение. Вот против такого бюджета мы в том числе голосовали. Сергей Сергеевич, мы с вами вот в этой студии в программе те недели, ну вот сколько, наверное, недели две-три назад обсуждали ваше предложение по реструктуризации Думы, по, я имею в виду, денежное вознаграждение депутатов на постоянной основе, денежное вознаграждение представителей правительства края. Подробно говорили об этом, вы сказали, что внесете соответствующий законопроект, но, насколько я понял, законопроект так и не был внесен. Почему? Потому что мы его готовим. Там очень сложная система начислений, начиная от того, что зарплаты наших министров приравниваются к федеральным министрам и на местном законодательстве, чтобы вот это все изменить. Там очень тернистный путь с привлечением большого количества юристов. Мы сейчас пойдем по пути, что мы будем готовить поправку в наш законопроект, в которой будет указано, что все-все вот это вот вы получаете, но не больше, чем три средних заработных платы по краю. Это для губернатора. Для депутатов не больше средней зарплаты по, в том числе, краю. Мы будем вот таким путем идти. Мы готовим, мы его внесем. Потому что это серьезный законопроект, здесь мы спешить не будем. И здесь вот у меня опять был вопрос на заседании Думы, когда 76 вопросов решили рассматривать ЛДПР, ну, да бог с ним. Было внесено в один день два законопроекта про реструкризацию. Когда бы можно было такое представить, что Единая Россия в лице Мальцева Геннадия Викторовича вносит в Думу законопроект по реструкризации штатного расписания и по оплатам. И что предлагала Единая Россия? За место семи комитетов сделать четыре и заработные платы сократить не на те 10%, которые выбрал ЛДПР, а существенно больше. Но ЛДПР и его законопроект снимают... Это не существенно больше, это на 20%. Там больше, чем 20% было. Нет, на 20% председателю и заместителю на 30%. Вот, но это же больше, согласен. Больше, конечно, но не в разы. Но ЛДПР отклоняет и ставит эти 10%, чтобы потом опять в средствах массовой информации сказать, что мы снизили. Но что такое 10% снижения в рамках бюджета? Абсолютно не затронуто правительство. Ни зарплаты губернатора, ни зарплаты министров. Что как раз таки и составляет основной объем расходов, если мы посмотрим, если сравнить этих 13 депутатов, которых сейчас составили, и зарплаты губернатора с министром на их содержание. Почему оставляют перелеты бизнес-кладом председателю Думы и его заместителей? У нас ведь в стране не каждый житель может себе позволить просто экономам слетать куда-то, а у нас председатель Думы, ЛДПР и его заместитель должны бизнесом летать. Вы можете со мной поспорить, но тут дело в том, что иногда бывают срочные вызовы, и просто эконом-класс не купить. Вот как раз бизнес раскупается быстрее, чем эконом. Дело так, что два дня подряд мы обсуждаем одни и те же вопросы представителями разных партий в Краевой Думе. У каждого из них свое объяснение. И это хорошо. Ирина Зигунова досконально ответила на все те вопросы, которые вы задаете. Вы, вот у вас своя правда. Я просто смотрю со стороны, и вот это как какая-то фантастика. Еще год я мог предполагать, что оппозицией в нашей Краевой Думе будет, можно сказать, объединенная оппозиция Единой России и КПРФ. Единой Российской партии и Российской Федерации. А они вместе поливают грязью правящую партию ЛДПР. Здесь я хочу сказать, что мы с Единой Россией вместе никого не поливаем. Условного. Не условного нет. Позиция КПРФ кардинально расходится с Единой Россией. Сюжетом федерального канала о том, что плохо работает ЛДПР, и в качестве противоположной силы представлены были депутат Мальцев, депутат Ильин. И говорили примерно одни и те же время. Я не знаю, кто это делал, но позиция официально КПРФ, мы как две параллельные прямых, которые не пересекаются. Мы ни в коем случае вас не объединяем в одну историю. Мы просто говорим о том, что... Я бы просто наоборот хотел сказать, что гегемония в крае сейчас одной партии, Единой России, которых было 30 человек, сменилась гегемонией другой ЛДПР. Я согласен. Которым надо бы работать с оппозиционными силами, такими как ПКПРФ, вместе сообщат. Простите, зададим вопрос задать избирателю. Да, у нас звонок. Добрый вечер. Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу уточнить у вас, Сергей Сергеевич, почему к вам так агрессивно настроены депутаты от ЛДПР. Что вы им такого сделали? Вы вроде правду говорите за народ, продвигать инородные проекции. В отличие от ЛДПР, которые сидели в том составе Думы и не продвинули особо ничего. А КПРФ в той Думе что-то продвинуло? Ну, депутат Беденежный, который состоял в предыдущем составе, по-моему, ничего не продвинул. Так, я... Ну, честно говоря, КПРФ в прошлой Думе мне запомнилось скандалом, когда вдруг переизбрали Громова, да? КПРФ в прошлой Думе голосовала против пенсионной реформы и на этом сосредотачивалась, да. Дмитрий, спасибо за вопрос. Но я все-таки думаю, что этот вопрос надо отрисовать от ЛДПР. Они сейчас все здесь слышат. Если у них есть, что найдется сказать, пусть они напишут где-то у себя на официальных... Ну, а вы не пытались? Ну, я не знаю, в калуарах, так вот между делом где-то. Ну, ребята там... Понятно, что не со всеми, когда приходят все, там сложно какой-то правды добиться, потому что есть единая линия и позиция. Ну, где-то же наверняка сталкиваетесь с людьми, разговариваете. Как-то этот вопрос обсуждался? Никак этот вопрос не обсуждался. Есть те поступки, которые сделал ЛДПР, и это на их совести. Мы будем продолжать и делать свою работу, работать с избирателями, вносить те законы. Я на это внимания не обращаю. Пускай они там делают. Это же не КПРФ пишет про ЛДПР, про какого-то из депутатов ЛДПР. Это они сосредотачивают свои усилия на том, чтобы писать про депутата Ильина. Ну, хочется им, их там много, у них, видимо, некому там чем-то заняться, пускай пишут. Ну, точно так же они могут сказать, потому что совершенно серьезно, в телеграм-каналах плохо пишут. И про КПРФ, и про ЛДПР примерно в одинаковом количестве. А вот про Единую Россию, кстати, сказать сейчас, вообще ничего не пишут в тех же телеграм-каналах. Ну, там за редким исключением. Если посмотреть там мои выступления, на митингах, где я выступал, то там предельно четко я высказываю свою позицию и по Единой России, и по их законотворческой деятельности, и вообще по тому, в каком положении страну довели. Ну, вы видите, Сергей, как хорошо приходить на телевидение и откровенно говорить обо всем. Высказать свою точку зрения. А вот абсолютно любой депутат Краевой Думы может позвонить нам, попроситься на эфир, мы предоставим слово, как предоставили вам. Это отлично. Ну, это действительно хорошая возможность пообщаться с своими избирателями и донести свою позицию. У нас в гостях был Сергей Ильин, депутат от КПРФ.